Пионерский лагерь Появился новый воспитатель Ничего особенного Обыкновенный воспитатель Конечно, большая черная борода Придавала ему странный вид Потому что она была большая А он маленький Но дело было не в бороде Если бы дело было в бороде Сказка так и называлась бы В этом пионерском лагере Был один мальчик Его звали Петька Потом там была одна девочка Ее звали Таня Таня была храбрая Все говорили ей, что она храбрая И это ей очень нравилось Кроме того, она любила Смотреться в зеркало И хотя каждый раз Находила там только себя А все-таки смотрела И смотрела И вот однажды Рано утром Московское время 7 часов 20 минут Начинаем урок гимнастики Доброе утро, товарищи Начинаем заниматься Выпрямитесь Глубоко вдохните Петя Ой! Ты что здесь делаешь так рано? Да ну как ты меня испугала А ты все, Петечка, боишься Все говорят, что ты трус И как тебе не стыдно? А зато я умный И замечаю такое, что и храбрый не заметит И что ж ты интересно заметил, а? А то, что наш новый воспитатель борода Каждое утро встает очень добрый К обеду уже довольно сердитый После мертвого часа Только гладит свою бороду И не говорит ни слова А уж вечером Лучше к нему не подходи Сверкает глазами и рычит Ну и что? А вот я очень люблю нового воспитателя Ну, конечно Да, 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 да Мне даже нравится его борода Он так здорово рассказывает разные истории Я готова слушать их с утра до вечера Но это еще не вся загадка А только половина Я могу тебе рассказать такое? Да оторвись ты от зеркала Но я только посмотрела, как у меня завязана ленточка Ты рассказывай, рассказывай Дай слово, что никому Петь, ну ты же меня знаешь Так вот Прохожу я мимо комнаты бороды И подумал А какой борода во сне? Злой или добрый? Подошел на цыпочках И заглянул И знаешь, что я увидел? Что? Борода Стоял на голове Чего? Да, да, да Да так ловко Точно это для него то же самое, что стоять на ногах Постоял немного А потом вздохнул и сел на кровати Сидел грустный и все вздыхал А потом Раз И снова встал на голову Вот это действительно загадка И все-то ты врешь, Петечка Ну вот, опять ты посмотрела на себя в зеркало Ну как тебе не надоест на себя глядеть? А мне интересно, какая я когда смеюсь Петя, а тебе это не прияснилось? Ну дай слово Честное слово, ну Хочешь, вместе посмотрим? А что? Пошли Тише Ты приоткрой дверь, а я... А Дверь уже закрыта А через... А через замочную скважину ничего не увидишь Тише Я слышу, как борода вздыхает Окно этой комнаты выходит на балкон Полезли по трубе на балкон И увидим, стоит борода на голове или нет И что ты придумала по трубе? Да тогда я одна Ладно Лезем Ну вот, мы и на балконе А ты боялся Опять ты струсил А ты опять посмотрела на себя в зеркальце А это просто, чтобы узнать, не очень ли я растрепал Теперь тихо На цепочках к окну А-а-а-а Стоит на голове Ага Я тебе говорил Дай мне поглядеть в окно А нужно вам сказать, что это окно открывалось внутрь И когда Петька и Таня на него налегли Оно вдруг распахнулось Раз И ребята хлопнулись прямо к ногам бороды То есть, вернее, не к ногам, а к голове Потому что он стоял на голове Борода встала на ноги и спросил Ой, вы не очень ушиблись, а? Ничего, ничего, спасибо Сейчас я принесу вам свинцовую примочку Я чуть не помер с испугу А ты молодец Даже вынула свое зеркальце Должна же я посмотреть, не потеряла ли я бантик Пока летела с окна, потому что... Ну вот Вот Так, помочите ватку Ага И приложите к ушибу Ну что же, ребята Я мог бы, конечно, сказать вам, что Доктор прописал мне стоять на голове Или что я прежде был акробатом Но Не надо врать Вот Моя история Когда я был Маленьким мальчиком Ну, таким, как ты, Петя Я был очень невежливый Никогда, вставая из-за стола, я не говорил маме спасибо Да, когда мне желали спокойной ночи Я только показывал язык и смеялся Никогда я вовремя не являлся к столу И нужно было Тысячу раз звать меня, пока я, наконец, отзывался Ой, в тетрадях у меня была такая грязь, что мне Мне самому даже было неприятно Но Раз уж я был невежливый Стал быть и неаккуратный Никогда я не знал, который час И часы Казались мне Самой ненужной вещью на свете Ой, надо Да И вот Однажды К моей няне Пришла в гости одна Старушка На голове у нее был Чистенький платочек На носу чистенькие очки В светлой оправе В руках она держала чистенькую палочку И вообще она была, должна быть, самая чистенькая и аккуратная старушка на свете И вот она пришла Поставила палочку в угол Очки она тоже сняла И положила на стол А платочек положила себе на колени Когда она вежливо сказала мне Доброе утро, мальчик Я даже не ответил ей Орту-еорбот Что ж ты? Как что? Как что? Это все-таки тоже значит Доброе утро Ну, хотя и наоборот Я показал ей язык И ушел К языку? Да-да-да И вот Вот что я сделал, ребята Я потихоньку вернулся Залез под стол И стащил у старушки платочек Да, мало того Я стащил у нее из-под носа очки Потом я надел очки Повязался платочком Вылез из-под стола И стал ходить Сгорбившись И опираясь на ее палку Старушка спросила Всегда ли я такой невежливый? А я Я вместо ответа Показал ей язык Да Я и сейчас Слышу ее голос Слушай, мальчик Я не могу научить тебя Вежливости Но зато я могу Научить тебя Точности А от точности До вежливости Как известно Только один шаг Не бойся Я не превращаю тебя В стенные часы Хотя и стоило бы Потому что стенные часы Это самая вежливая И точная вещь В мире Но мне жаль тебя Ведь стенные часы Вечно висят на стене А это скучно Лучше я превращу тебя В песочные часы Песочные часы И тоже очень хорошая штука И она Ушла Кто же она Эта старушка Неужели вы не поняли Что это волшебница Оу Если бы я тогда знал Кто эта старушка Я бы не стал Показывать ей язык Это была Фея вежливости И точности И вы превратились В песочные часы Ну конечно Конечно я не стал Настоящими Песочными часами Ну вот например Вот смотрите У меня борода Ну где же видано У песочных часов борода Да 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 но я стал совсем Как часы Я стал Самым точным Человеком На свете А от точности До вежливости Как известно Только Один шаг Тогда почему же вы Такой грустный Потому что Самого главного Фея вежливости И точности Мне не сказала Она не сказала Что каждое утро Мне придется Стоять на голове Ну почему Зачем Как зачем Да потому что За сутки Песок Пересыпается вниз А ведь Когда в песочных часах Песок Пересыпается вниз Их нужно перевернуть Перевернуть Вверх ногами Вот почему Я такой грустный Ребята Да Мне совсем не хочется Каждое утро Стоять на голове Пока я был мальчиком Еще ничего Ну а теперь просто Просто неприлично И глупо Вот смотрите Я даже отрастил себе Длинную бороду Чтобы не было видно Что я такой грустный Но борода Мало мне помогает Да А если найти эту фею И попросить Чтобы она снова Сделала вас человеком О Это можно Конечно сделать Можно Если тебе меня Действительно Жаль Очень Мне вас очень жаль Честное слово Если бы вы еще были мальчик А воспитателю Стоять на голове Неудобно И мне жаль Вежливый Вежливый я На чистом полу Лежали разноцветные Чистые половички Окна были так чисто Вымыты Что даже Нельзя было определить Где кончается стекло И начинается воздух На чистом подоконнике Стояла герань И каждый листик Так и блестел Точно фея Начистила его Зубной пастой В углу Висели Ходики Сразу видно Было Что это Самая Вежливая И точная Вещь В мире Они только Тикали Тик-так 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 Но это Значило Вы хотите узнать Который час Пожалуйста А сама фея Сидела у стола И пила черной кожи Таня Поклонилась ей Так вежливо Как только могла При этом она Посмотрела в зеркальце Чтобы узнать Как это у нее получается Здравствуйте Здравствуй, Таня Я ведь знаю Зачем ты пришла Но нет, нет, нет Нет Это очень противный мальчишка Он уже давно не мальчишка У него длинная черная борода Для меня он еще мальчишка Нет, пожалуйста Не проси за него Я не могу забыть Как он стащил мои очки Мой платочек И как передразнивал Меня сгорбившись И опираясь на палку Надеюсь, что с тех пор Он довольно часто Меня вспоминает Вы извините меня Но может вы все-таки Будете так добры И расколдуете его А? Я вижу, что ты очень вежливая Девочка Но почему ты все время Смотришь на себя в зеркальце? А чтобы узнать Как эта вежливость У меня получается Видите ли Мы его очень любим Особенно по утрам А если в лагере узнают Что ему приходится Стоять на голове Над ним стал смеяться Вы не поверите Но мне его так жаль Так жаль, что я просто Не знаю Ах, так тебе его жаль Но это другое дело Это очень хорошо Что тебе его жаль Это первое условие Для того, чтобы Мое колдовство пропало Ну вот Под силу ли тебе Будет Мое второе Условие А не будете ли вы Так добры рассказать Что это за условие? Не надо так Стараться Я верю Что ты вежливая Девочка И спрячь свое Зеркальце Но мне только Хотелось узнать Как я выгляжу Когда так вежливо Разговариваю Я слушаю Ваши условия Ты должна отказаться От того, что тебе нравится Больше всего на свете Ты не должна Смотреться в зеркальце Ровно год И один день Вот тебе раз Как же быть Целый год Не смотреться в зеркало Это ужасно Ведь по правде говоря Я смотрю в зеркальце Каждую минуту А тут здрасте Целый год Год и один день Но понимаете Ведь это Очень неудобно Например утром Когда заплетаешь косы Как же без зеркала Ведь я тогда буду ходить Растрепанный Вам самой Это не понравится Как хочешь Конечно Это ужасно Но с одной стороны Мне ведь Это все таки легче Чем в бедном бороде Каждое утро Стоять кверх ногами Я Я согласна Давай свое зеркальце Вот оно Я приду за ним Через год И один день До свидания До свидания До свидания По дороге Она старалась Не смотреть Даже в лужи Она не должна была Видеть себя Ровно год И день Ох Это очень долго Но она твердо Решила Что так и будет А раз она решила Значит Так и будет Конечно Петьке Она рассказала В чем дело А больше никому Потому что Хотя она и была Храбрая Но все-таки Побаивалась Что девочки Возьмут Да и подсунут Зеркальце И тогда Все пропало А Петька Не подсунет А что ты сказала Бороде Просто так сказала Что Фера Сколдует его Через год И один день Вот Наверное И обрадовался Обрадовался Да не очень Потому что Не очень поверил Да вообще-то Год не смотреться В зеркало Это ерунда Я, например Хоть бы и два года Не смотрелся Но вот для тебя Это будет трудно Петенька А ты будешь Моим зеркалом Как это Зеркалом? Очень просто Смотри на меня И говори Например Кривой пробор Или Банк завязан косо Тань Я уважаю тебя За сильную волю И буду тебе Хорошим зеркалом Субтитры создавал DimaTorzok Но вот Кончилось лето Таня вернулась в город И начались Трудовые дни Петьки не было рядом И Таня даже Забыла Какая она А прежде думала Что хорошенькая Случалось Что она Воображала себя Красавицей А сама Сидела С чернильной Кляксой На лбу Случалось Что наоборот Она казалась Себя Настоящим уродом А сама была Как раз Ничего Такая Румяная С толстой Косой С блестящими Глазами Но все Это Пустяки По сравнению С тем Что случилось На открытии Нового Дворца Пионеров Это был Дворец Так дворец В одной Комнате Стоял Даже Капитанской Мостик И можно было Кричать В рупор Стой Задний ход Но лучше Всего Была Зеркальная Зала В этой Зале Были Зеркальные Стены Зеркала Оторожались В зеркалах А эти Зеркала В других Из зала Казалось Бесконечной Целый Год Ребята Ждали Открытия Дворца И готовились Выступить И показать Своё Искусство Скрипачи Не расставались Со скрипками Художники Рисовали Во всю А Таня Готовила Танец И вот Наступил Торжественный День И все Побежали Во дворец Пионеров Ленточки Которые Заплетают В косы Таня Гладила Восемь Раз Ей Все Хотелось Чтобы В косах Они Оставались Такими Же Гладкими Как На Гладильной Доске Кого Нос Нос Картошка Петька Попадет В Внимание Тишина Даю Занавес Начинаем Концерт В честь Открытия Дворца Пионеров Выступает Ансамбль Скрипачей АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ СМОТРИ В первом ряду Борода Ну зачем ты мне показал Теперь я буду волноваться Почему обязательно было сажать его в первый ряд Нельзя же человека с такой длинной бородой Посадить во втором или в третьем Ой Петя А что это так сверкает в зале Это же Зеркала Зал-то весь Зеркальный Таня Сейчас после скрипачей твой танец Я не буду танцевать Я не знала Что мне придется танцевать в зеркальном зале Что за глупости Ведь это очень красиво Ты увидишь себя сразу в сотне зеркал Неужели тебе это не нравится Да, не нравится Я не буду танцевать Таня, ты обещала Значит, должна Ну, мало ли, что у человека бывает Объясни, в чем дело Я не могу вам ничего объяснить Ну, Таня Хорошо, хорошо Я буду танцевать Ну, прекрасно А ты, Петя, иди в зрительный зал Субтитры создавал DimaTorzok А, Петя Петя Давно я тебя не видел Здравствуйте Это место свободно Можно сесть? Проходи, проходи, садись Сейчас будет танцевать Таня И вот На сцене появилась Таня Она была в легком белом платье Таком легком, чистом и белом Что сама фея вежливости и точности Которая так любила чистоту Осталась бы им довольна В косы, которые Таня уложила вокруг головы Были вплетены веточки снежного деревца И она сама напоминала снежное деревце Прекрасная девочка Однако посмотрим, как она будет танцеваться Она очень хорошо танцует Особенно, когда кружится на месте Или кланяется, приседая А разве вам не нравится, как красиво она разводит руками? Да, ничего Но, к сожалению, не очень Не очень Она танцует неуверенно Она как будто чего-то боится А я нахожу, что Таня танцует прекрасно Тише Да, но посмотрите, как странно Она протягивает руки перед собой Когда бежит через сцену Она боится упасть Нет, эта девочка, пожалуй, никогда не научится хорошо танцевать Эти слова как будто донеслись до Тани Как ветер понеслась она по сцене Ведь в зеркальном зале было много ее друзей и знакомых И ей очень хотелось, чтобы они увидели, как хорошо она умеет танцевать Больше она ничего не боялась Во всяком случае, никто больше не мог сказать, что она чего-то боится И во всем огромном зеркальном зале был только один человек Который все понимал Как же он волновался за Таню Это был Петька Вот так, девочка Непременно нужно будет стать таким же храбрым, как Таня Ох, только поскорее кончился этот танец Смотрите, она танцует все смелее и смелее Смотрите, да ведь эта девочка прекрасно танцует Да, очень легко Прелестная девочка Она похожа на снежное деревце Да, она прекрасно танцует Ага, я вам говорил Зачем она подбегает к самому краю сцены? Ох, мне даже смирает сердце Музыка, крыльчайся, ну, миленькая, скорее А в это время Таня, кружась и кружась, все приближалась И приближалась к самому краю сцены Ой! И она упала Доктор, доктор! Она лежит с закрытыми глазами Что с ней нажива? Ох, как неосторожно Она танцевала с закрытыми глазами Она обещала не смотреться в зеркало ровно год и день А прошло еще только полгода Не бойтесь, не бойтесь, что у нее закрыты глаза В соседней комнате, где нет зеркала Она их откроет Все это было совершенно верно Когда борода перенес Таню в соседнюю комнату Она открыла глаза Ох, я так плохо танцевала Ты танцевала прекрасно Пожалуй, на этом можно было бы окончить сказку о песочных часах Да нет, нельзя Потому что на другой день Сама фея вежливости и точности пришла к Тане в гости Она пришла в чистеньком платочке А на носу у нее были чистенькие очки В светлой оправе Свою палочку она поставила в угол А очки сняла и положила на стол Ну, здравствуй, Таня Добрый день, тетя фея Как вы себя чувствуете? Интересно, как это у меня получилось? Спасибо, девочка Так вот Ты исполнила свое обещание Таню И хотя прошло еще только полгода и полдня Мне придется расколдовать этого противного мальчишка Спасибо, тетя фея Да, к сожалению, придется расколдовать его Хотя он вел себя тогда очень плохо Надеюсь, что с тех пор он чему-нибудь научился О, да? С тех пор он стал очень вежливым и аккуратным И потом он уже давно не мальчишка Он такой почтенный дядя с такой длинной черной бородой Для меня он еще мальчишка Ладно, будь по-твоему Вот тебе твое зеркальце Возьми его И помни, что в зеркальце не следует смотреться слишком часто С этими словами фея исчезла Феи в сказках всегда исчезают, когда им нечего больше делать И Таня осталась наедине со своим зеркальцем Ну-ка посмотрим Какая я стала Из зеркальца на нее смотрела все та же Таня Но теперь это была уже большая Таня Решительная и серьезная, как и полагается девочке Которая умеет держать свое слово Конечно, вы хотите узнать, ребята, что теперь поделывает борода Фея расколдовала его Так что теперь он уже нисколько не похож на песочные часы Ни внутри, ни снаружи Больше он не стоит по утрам на голове Ведь теперь это совершенно не нужно Но по вечерам он еще иногда бывает злой И когда его спрашивают, что с вами, почему вы такой злой Он вежливо отвечает Не беспокойтесь, пожалуйста Это привычка Субтитры создавал DimaTorzok